Не с арестом, а с подарками. В преддверии Нового года полицейские Нижневартовска сменили привычную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки и отправились поздравлять юных вартовчан вместе с собакой-драконом. О неординарном рейде расскажет Анастасия Николенко. К поздравлениям готовят служебного лабрадора по кличке Лорд. Его наряжают в костюм дракона, символ наступающего года. Ощущение волшебства и новогоднее настроение планируют подарить Артему Журавлеву. Неожиданный звонок в дверь и школьник на пороге не может скрыть своего удивления, увидев сказочных персонажей. Здравствуйте. А здесь живет Артем? Да. Это ты у нас? Да. Мы пришли тебя поздравить с Новым годом. Десятилетнего Артема с детства воспитывают бабушка с дедушкой. Их семья нуждается в помощи. Лабрадор Лорд вручил Артему подарок, а также показал небольшое представление. В ответ сказочным героям Артем рассказал стихотворение. Все вместе они исполнили новогодний хит. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Еще Артем поделился с гостями сокровенными желаниями – завести собаку и поехать на море. В надежде, что под Новый год чудеса случаются. Мой любимый праздник – это Новый год, потому что люди, ну, гости приходят и всем дарят веселье, подарки тоже. Среди подарков не только угощения, но и билеты в кино. Поздравлять детей в преддверии Нового года у полицейских сложившаяся традиция. Особое внимание уделяют тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Таких семей в Нижневартовске более сотни. Я хочу поздравить всех детей нашего города с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья, чтобы у них было счастливое будущее, чтобы они росли добрыми и веселыми. И хочу сказать, что эта акция является важной для детей и для нас. Мы должны помогать нашим детям, не оставлять их в беде, чтобы никто не был забыт. А полицейские Дед Мороз и Снегурочка вместе с собакой-драконом продолжили новогоднее путешествие туда, где еще так необходима забота и участие. Анастасия Николенко, Эрик Абдулганеев, Вести Югория, Нижневартовск.